В четверг турецкая полиция применила водомёты для разгона антиправительственных акций протеста. Демонстрация состоялась в Измире, ближайшем крупном городе от того места, где во вторник произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории страны. Люди собрались, чтобы выразить своё негодование в связи с гибелью по меньшей мере 282 человек в результате взрыва на угольной шахте. Представители работников из различных отраслей промышленности и профсоюза вышли с протестом против низких стандартов безопасности на рабочих местах. Они также обвинили власти в том, что они встают на защиту крупных предприятий, вместо того, чтобы выбирать сторону простых людей. Данное обвинение прозвучало в свете того, что шахта, на которой произошла авария, была сдана в аренду частной компании. В заявлении профсоюзов сказано, цитата, «Сотни наших рабочих в Сома были брошены умирать с самого начала, будучи вынужденными работать в жестоких производственных условиях с целью достижения максимальной прибыли», конец цитаты. На данный момент число жертв трагедии составляет более 280 человек. Напомним, взрыв произошёл в шахте городка Сома. Предположительно, из-за короткого замыкания на трансформаторной станции на глубине 150 метров. В результате пожара шахта была обесточена, а лифты и вентиляционные системы выведены из строя. Большинство погибших задохнулись из-за угарного газа. В среду место трагедии посетил премьер-министр Турции Таип Эрдоган. Разгневанные жители встретили политикой критикой. Они выразили негодование в связи с его неспособностью обеспечить безопасность шахтёрам и отсутствием информации о спасательных работах. Демонстрации также охватили такие южные города, как Мерсин и Анталия. А в Стамбуле несколько тысяч человек устроили сидячую акцию протеста перед водомётами полиции. Они держали транспаранты с лозунгами «Это не случайность, это не судьба, это убийство» и «Наши сердца горят в Сома». Около тысячи человек из разных профсоюзов собрались также в Анкаре, пройдя маршем к зданию Министерства труда.